Дамы и господа, приглашаем на итоговое событие проекта «Популяризация предпринимательства». Тренинги, актуальные вопросы, награждения, фуршет. Принять участие может каждый в возрасте от 14 до 30. 11 декабря. Итоговый бизнес-конгресс. Включайся. Подробности 45, 30, 13. Здравствуйте! В эфире информационный канал «Город» в студии Ксения Зиновьева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В центре города, на перекрестке Карла-Лебедита и Роза-Литзенбург, открыли фонтан. Лед и пар. В Кирве день коммунальных аварий. Сотни людей остались без воды и отопления. Взял канистру и поджог. Пьяный мужчина спалил дом, в котором находились дети. Готовы к вакцинации в Кировской области. Прививать от коронавируса будут по записи. Коммунальные опасности. Жители дома на Курагинском переулке живут в постоянном страхе. Может или рухнуть потолок, или случится пожар. Ушли сразу двое. До полуфинала проекта «Похудело» дошли самые стойкие. Лед и пар. Сегодня в Кирве день коммунальных аварий. В разных частях города прорывы холодной и горячей воды. В центре города, из-под земли, бил гейзер высотой несколько метров. Улицы мгновенно покрылись коркой льда. Жильцам впору было доставать коньки. А на Фелике, наоборот, пар и тепло. Разырых произошел на трубе горячего водоснабжения. В обоих случаях жильцы остались без воды, а некоторые даже без отопления. Похоже, первые, не самые сильные заморозки, показали слабые места городских коммуникаций. В центре города, на перекрестке Карла Литнихта и Роза Литсенбург, открыли фонтан. В водах листала из люка на уровне второго этажа не менее получаса. Первыми гейзер заметили прохожие около 11 часов утра и сообщили об этом в аварийную службу. До их приезда потоки воды успели добраться до Дворца бракосочетания через улицы Карла Литнихта и Советскую. Улицы быстро превратились в настоящий каток. От места аварии до Карла Маркса прохожим приходилось пробираться максимально аккуратно. Перед ними часто вставал выбор – скользить по льду или мочить ноги. Наиболее опасным местом стала арка в одном из дворов. Через нее вода прорывалась на улицу Карла Маркса, оставляя за собой ледяное болото. К 12 часам дня мощный фонтан остановила аварийная бригада водоканала. Работники перекрыли вентили и спустили в люк насос для откачки воды. Из-за перекрытия и без холодного водоснабжения остались дома на улицах Розы Люксембург, Карла Литнихта и Мопра. Сейчас линия отключена, попало под отключение 5 домов. Ребята сейчас прокачивают колодец. Избавляемся от воды, будем менять пожарный гидрант. Внутренние части пожарного гидранта, возможно, вышли из строя. Замена будет пожарного гидранта, то есть снимем старый гидрант, неисправный, поставим новый. После обеда водоснабжение всех домов было восстановлено. На обледеневшей дороге вывели технику Гордор-Мостроя для усиленной посыпки галитом. Чтобы растопить весь лед, проезжую часть, по всей видимости, придется изрядно посолить. Будет ли проводиться ручная очистка тротуаров и дворов, где бежала вода, ни власти, ни коммунальные службы не уточнили. В противном случае жители домов обзаведутся бесплатным катком до весны следующего года. В другой части города произошла авария еще ранним утром. С шести утра в домах стала пропадать горячая вода, а перекресток улиц Ленинградской и Правды заволокло густым паром. Дело в прорыве на трубе горячего водоснабжения. В итоге из-за аварии жители 28 домов и школы остались без горячей воды, а в некоторых отключили даже отопление. На подъездах домов появились объявления, что тепла не будет до ночи. Перспектива остаться в холоде с неясными перспективами никого из жильцов не радовала. В холодной воде нет, а из горячей крана лежит холодная вода. Так проблемно, как не проблемно, без воды же плохо. Это авария на совести Кировской теплоснабжающей компании. Как утверждает, в трубе образовался свич или попросту дыра. Ремонтная бригада КТК вскрыла подземные коммуникации, слила воду, остудила трубы и только потом приступила к сварке. К вечеру все работы они завершили. До конца дня всем жителям должны включить горячую воду и вернуть отопление. Оказалось, что дыра образовалась на тепловой магистрали. Это единственный путь теплоносителя в микрорайон Филейка. В случае новых аварий без отопления могут остаться десятки, если не сотни домов целого микрорайона. Трубопроводы, техническое сооружение сложное и время от времени где-то приходится вести работы ремонтные. Как раз КТК сейчас строит в течение трех лет новую ветку на микрорайон Филейке через площадь Витек, через улицу Жуковского. И в следующем году планируем завершить это строительство. Первое за зиму снижение температуры до минут 20 градусов сразу обнажило проблемы городских служб. Две аварии с разницей в пару часов, конечно, можно назвать совпадением или просто неудачным для коммунальщиков днем. Пострадали, однако, как всегда, обычные жители. Одни остались без отопления и горячей воды, другие оказались практически в ледовом плену из-за фонтана воды. Все лето и несколько осенних месяцев город был раскопан. Коммунальщики искали проблемы и слабые места. Нашли, получается, не все. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Взял канистру и поджег пьяный мужчина. Спалил дом, в котором находились дети. ЧП произошло рано утром в Амутнинске. Делом уже занимаются следователи. Один ребенок сейчас в больнице. По версии следствия, 28-летний хозяин дома в этот вечер выпивал с двумя знакомыми. В доме находились дети, 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. В какой-то момент мужчина взял канистру с бензином и поджег помещение синей дома. Женщины с детьми успели спастись, но, видимо, не сразу 6-летний мальчик доставлен в больницу. Остался жив и сам поджигатель. Он получил ожоги и был госпитализирован. Следователи сейчас проводят проверку, делают экспертизы и будут выяснять, что же побудило мужчину поджечь дом, в котором находились дети и женщины. Продолжается следствие еще по одному делу, в котором в пожаре пострадали дети. В Лошкарях мать заперла в квартире четырех сыновей и ушла выпивать к подруге. В квартире начался пожар, дети не смогли спастись и погибли. Мать детей Зинаида Казакова арестована, она сейчас находится в СИЗО. Следователи проводят экспертизы, расследование продолжается. Готовы к вакцинации на следующей неделе в Кировской области начнут ставить прививки от коронавируса. Правда, пока по предварительной записи. В первую очередь их смогут сделать врачи и учителя. Вакцинация будет бесплатной и, как обещают, на добровольной основе. Записаться на вакцинацию можно будет 7 декабря по единому номеру справочной службы 122. В Кирове прививки будут делать только в трех поликлиниках клиника диагностического центра. Это первая, пятая и седьмая больницы. Специалисты по телефону будут направлять кировчан в ближайшую к дому. Сделать прививку могут желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Перед вакцинацией каждого пациента обязательно осмотрят врачи. Ставить будут российскую вакцину «Спутник-5». В ближайшее время она должна поступить в аптеки города. Снести нельзя? Тогда украсим. Из трамплина К-90 хотят сделать арт-объект «Алые паруса». Предложение прозвучало во время визита главы администрации Дмитрия Осипова на спорткомплекс. Демонтировать аварийный объект нельзя. Рабочий остается сосулька, на которой тренируются ледолазы. Как это может выглядеть в дальнейшем? Это различные варианты. Это разные виды. Разных 3D-моделей, то есть разных сторон. Прочность такая же содержит вот этих вот горнолыжников, которые падают. Это с вид с моста, как он может смотреться. Сделать трамплин арт-объектом предложил председатель Федерации альпинизма и скалолазания области. «Алые паруса», естественно, ассоциируется с Александром Грином. По задумке, яркий красный трамплин будет виден керочанам издалека. Судя по всему, сооружение, которое давно находится в аварийном состоянии, законсервируют и потом украсят. Снести его нельзя. Часть трамплина является конструктивом ледолазного комплекса. Там занимаются спортсмены. Сейчас на федеральном уровне решается вопрос о строительстве в Кирове крытого скалодрома в этом же районе. Что касается самого трамплина К-90, то сейчас на нем идут работы по демонтажу деревянного настила. Зимой там скапливается снег и под его тяжестью конструкции могут упасть. В Кирове на привокзальной площади появится пешеходная зона. Известен первый в этом сезоне график вывоза снега. И к юбилею города отремонтируют больше 150 зданий. Подробности далее эфир продолжит. Рубрика «Короткой строкой». Впервые за все время на привокзальной площади появится пешеходная зона. Там сейчас идут работы по благоустройству. Уже установили чугунные заборы, сделали тротуары и обустраивают парковку. Новую пешеходную зону поднимут над проезжей частью, чтобы туда не заезжали машины. Все работы на привокзальной площади планируют завершить до 20 декабря. В Кирове сформировали график вывоза снега с улиц. Уборка уже началась. Сегодня ночью от снега очистят улицы Московскую, Карломарк, Саваровского и Октябрьский проспект. В субботу будут работать на хлебозаводском проезде и улице Маклина. В ночь с 6 на 7 декабря снег вывезут с профсоюзной Ленинградской, Лепсии и Ломоносова. В администрации кировчан просят не оставлять машины на обочинах дорог в дни уборки снега. В Кирове отреставрируют фасады 152 домов. Это планируют сделать к юбилею города. Отремонтировать хотят здания 50-х годов постройки. Больше всего таких домов на Октябрьском проспекте, улице Карломаркса, Комсомольской и Пролетарской. Зданиям планируют восстановить первоначальный вид. Их отштукатурят, покрасят, в некоторых местах заменят кирпичную кладку. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. Коммунальные опасности. Жители дома на Курагинском переулке живут в постоянном страхе. Может или рухнуть потолок, или случится пожар. Готовиться к празднику на Театральной площади началась установка главной городской елки. Ушли сразу двое. До полуфинала проекта похудело. Дошли самые стойкие. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал Город. Мы продолжаем наш выпуск. Коммунальные опасности владельцы квартир дома на Курагинском переулке живут в постоянном страхе. Каждый день они ожидают пожара из-за неисправной проводки или обвала потолка. Проблемы жильцов не интересуют их управляющую компанию. Единственное, что они сделали, сфотографировали проблемные места и пропали. Это, вероятно, должно было успокоить жильцов. Спасти себя и свой дом теперь жители пытаются через прокуратуру. Здесь, видите, вот все замкнуло. Вы видели такую лампочку. Здесь все заискрилось. У жителей дома номер 9 на Курагинском переулке две проблемы. Постоянные подтопления и неотзывчивая управляющая компания. Несколько лет подряд квартиры заливают водой из-за неисправных труб и дырявой крыши. Каждый житель имеет коллекцию ведер и тазов. Они расставлены по всем комнатам, чтобы собирать воду, капающую с потолка. Из-за потоков воды начал обваливаться потолок. А недавно замкнула проводку. Ее пришлось экстренно переделывать. Но это все временные меры. Жильцы боятся, что следующее замыкание закончится пожаром. Или потолок упадет на кого-то из детей. Надеялись на помощь своей управляющей компанией почин. Но те игнорируют проблемный дом. Пришел сантехник, пофотографировал и ушел. На этом все. Они даже знают, они все наши номера знают и общаться с нами не очень хотят. О своих коммунальных проблемах жители уже сообщили в прокуратуру и жилищную инспекцию. Сотрудники инспекции приехали проверить дом и также сделали фотографии. В отличие от управляющей компании они обещали помочь. Должны разобраться в причинах и обязать управляющую компанию заняться ремонтом. Неисправная проводка привлекла особое внимание инспекторов. Если ее не приведут в порядок, управляющую компанию могут привлечь к ответственности вплоть до уголовной. Это реальная опасность возгорания. Также ситуацию отслеживают активисты Народного фронта. Они помогают жильцам в бумажных вопросах и следят за обратной связью от чиновников. Уже готовиться к празднику на театральной площади сегодня началась установка главной городской елки. Здесь никаких неожиданностей не случилось. Это та самая искусственная елка, которую украшает Ледовый городок последние несколько лет. Рабочие начали собирать елку утром. Для этого на площадь пригнали кран, пока установлен только каркас. После него специалисты будут делать ветки елки. Это более длительный процесс. После нескольких месяцев хранения в сложенном виде, каждую веточку приходится расправлять и подгонять по длине, чтобы в итоге елка получилась пушистой. Пока другие работы по началу строительства Ледового городка на площади не идут. Срок у подрядчика до 25 декабря. К этому времени театр «Лакл» должна быть оформлена в космическом стиле почти на 23 миллиона рублей. Напомним, что торжественного открытия городка и праздника в новогоднюю ночь в этом году в Кирове не будет. Массовые мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса. Кировчанам предлагают любоваться огнями и льдом новогоднего городка без хороводов, соблюдая дистанцию. Ушли сразу двоем. Борьба в проекте «Похудела» становится жестче, напряжение среди участников нарастает. Эта неделя для них была самая сложная. Обогнать соперников и дойти до финала теперь главная цель всех похуделцев. Но для этого нужно потратить намного больше сил, чем обычно. Ведь проект на этой неделе покинут сразу два участника. Почти два месяца участники худели под прицелом камер. Были и слезы, и радость от первых сброшенных килограммов. Но до конца похудела осталась одна неделя. Кто выдержит напряжение и пройдет финал, узнаем в новом выпуске. Позади седьмая неделя в телепроекте «Похудела». Все это время участники занимались спортом и придерживались индивидуальной диеты, чтобы получить тело своей мечты. В полуфинале остались только пять самых сильных участников. Чтобы добиться больших результатов и попасть в финал, некоторые с утра до вечера не выходят из спортзала, бегают с одной тренировки на другую. На испытании недели у участников был шанс проявить себя не только в спортивном состязании, но и в креативности. Сделать лучший новогодний костюм и получить бонусные испытания мог каждый. Похуделовцы отнеслись к заданию со всей ответственностью. Дед Мороз, Снеговик, Лиса и другие новогодние персонажи катились со склона на сноубордах. Правда, некоторым участникам продуманные до мелочей костюмы помешали пройти полуфинальные испытания. Я вообще был неповоротливый пельмень. Испытания для участников проходили каждую неделю. Водная полоса препятствий, картинг и велотренировки. Сложностей было немало, ведь некоторые не умеют плавать или ездить на велосипеде. Те, кто не справлялся с испытаниями или сбрасывал наименьший процент веса, уже покинули проект. Самые стойкие продолжили худеть похудело и радуются отличным результатам. Я в первую очередь довольна за результат, что сегодня мне налезла козаная юбка, которую я не носила уже два года. На этой неделе проект покинуть сразу два участника. В финале должны остаться только трое. Кто победит в конкурсе новогодних костюмов и поможет ли это остаться в проекте, узнаем в понедельник в 2020 на Первом городском канале. Юлия Ситникова, Иван Деров, информационный канал «Город». Сегодня 4 декабря, один из самых важных дней в преддверии Нового года. Сегодня день заказов, подарков и написания письма Деду Морозу. Во многих странах именно сегодня открываются специальные почтовые отделения, которые отправляют письма главному исполнителю новогодних желаний. Ну и, конечно, сегодня мы не могли не спросить у кировчан, что они попросят себе на Новый год в письме к Дедушке Морозу. Сегодня у нас необычный день. Сегодня день, когда все пишут письмо Дедушке Морозу. Вы что будете писать? Чтобы дал здоровье моим близким и мне. Всем людям на земле. Здоровье. Тоже здоровье. Чтобы уже нас покинуло это по Андей Михея наконец-то. Она уже чуть-чуть поднадоела. Надоела нам совсем. Прямо вот с 1 января, чтобы все кончилось? Вообще да. Дедушка Мороз, напиши мне диплом. Это личная боль. Это да. Чтобы к какому числу, чтобы он был готов? Если еще в конце января, бот идеально. Можно прямое обращение, быстрее, чем письмо дойдет. Дедушка Мороз, напиши мне диплом, чтобы он был готов в конце января. И, пожалуйста, надо еще. Пожалуйста. Ну, во-первых, поздравление. Это как обычное. Ну и, наверное, хотел бы себе планшет новый. Дедушке же нужно какое-то определение. Какое конкретно? Наверное, новый айпад или типа того. Сотка на ЕГЭ. А сколько сейчас предметов сдают? Четыре? Сейчас три. То есть 300 баллов на ЕГЭ? Да. Дедушка, прими к сведению. Очень надо. Напишу, поздравлю вас с Новым годом. Диплом. Чтобы написал? Да. Он за тебя? Да. Докладную, наверное. Деду? Ну? Докладную? На кого? Ладно, я вышутил. С просьбой какой-то, да? Сессию сдать хочу. Чтобы он как-то помог? Да. Или, например, вместо тебя на пары походил, да? Не, просто чтобы помог. Благословил. Мозгов дал. Либо все-таки докладную, правильно? Не, все. С докладной передумал? Да. Я не пишу письма. Да быть такого не может. Правда. Все ведь пишут? Нет, я не пишу. Деда Мороза нет. Не может быть. Ты просто перестал верить в сказку. Да. Выходные дни будут морозными. Как и обещали синоптики в Кирове, температура опустилась местами до минус 20 градусов. И, судя по долгосрочному прогнозу, холодно будет и всю следующую неделю. О погоде на субботу, 5 декабря, подробнее расскажет Ольга Бакина. Всем привет. Меня зовут Ольга Бакина. И я расскажу вам о погоде на субботу, 5 декабря. Днем будет ясно и без осадков. Столбик термометра опустится до отметки минус 15 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 2 метра в секунду. Ночью еще холоднее. До минус 16. Пасмурно, без осадков. Всем хорошего настроения. И пока. И помните, что все-таки важнее всего погода в вашем доме. Такой была эта пятница, 4 декабря. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о ней в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии была Ксения Зиновьева. Увидимся в городе. Продолжение следует.